У Экзепели юбилей. И, конечно, каждый в этот момент думает, а вот что было бы, если бы не было этой книги. Маленький принц. Я даже не могу себе представить, когда нужно было обязательно ее еще раз написать, а если вдруг ее нет, потому что, конечно, она дала что-то такое, открыла миру, что было рядом, все об этом знали и не могли это выразить. Он так легко и просто это ухитрился сделать. Вот я сейчас выпустил книжку в издательстве «Эксмо», которая называется «200 книг, которые должен прочитать каждый дурак». И, конечно же, Маленький принц занимает очень почетное торжественное место среди этого богатства человеческой красоты и мудрости. К каждой книге я там написал небольшие послесловия или предисловия, то есть рассказал, как я связан с этой книгой, почему она вдруг мне важна. И вот сегодня я хотел бы прочитать этот кусочек, я не очень-то и читать, конечно, но как смогу вот то, что теперь написано в этой книге по поводу Маленького принца. Есть книги, которые проходят с тобой через всю жизнь, которые не отпускают, постоянно заставляют возвращаться к ним, поражая вновь и вновь своей силой, мудростью и способностью вдохновлять. Одной из таких книг для меня всегда был и останется Маленький принц. Это история сосредоточия простоты, глубины, мудрости и нежности, всего того, что я более всего ценю в жизни. Такие простые истины, такие естественные чудеса, такие странно знакомые и одновременно незнакомые миры, такое неизбывное одиночество каждого в бесконечности вселенной. Пожалуй, нет такой второй книги, в которой все премудрительности бытия были бы изложены столь емко и что понятно людям любых возрастов. Не знаю как, почему и когда приходят к людям такие откровения, но точно знаю, что эта книга – одно из них. На ее немногочисленных страницах жизнь, смерть, любовь, дружба, ответственность, нежность, красота, удивление, одиночество, грусть и счастье. А еще это гимн ребенку, живущему в каждом из нас, но не потерявшемуся, быть может, в лабиринтах жизненных перипетий. Ребенку, способному полюбить цветок и быть за него в ответе. Ребенку, которому бывает грустно, и тогда он любит смотреть на рассвет, который боится стать таким, как взрослый, которому ничего не интересно, кроме цифр. Который точно знает, что по-настоящему полезно то, что красиво. Мое снежное шоу, да и вся моя жизнь, озарены светом этой тихой нежности, струется со страниц одной из самых удивительных книг в мире. Книги о маленьком принятии. Субтитры сделал DimaTorzok